Сегодня сложно представить нашу жизнь без кинематографа. Кино — наш бессменный спутник по жизни. Просмотр любимого мультфильма из детства, первое свидание в кинотеатре, традиционные новогодние кинопоказы или волнительное ожидание новой серии любимого сериала — всё это знакомо каждому. Но начала свой отчёт история кинематографа 125 лет назад, 28 декабря 1895 года, когда в Париже в одном из залов знаменитого Гранд-кафе состоялся первый сеанс кинопоказа. Французские изобретатели Огюст и Луи Люмьер продемонстрировали зрителям несколько короткометражных фильмов. На год позже состоялась премьера самого известного их фильма «Прибытие поезда на вокзал Ла Сюта». Впервые увидев на экране поезд в движении, многие зрители с криками начали выбегать из зала, подумав, что могут попасть под колеса поезда. Ну а далее понеслось. Уже через несколько лет кинотеатры стали очень популярны по всему миру. Хронометраж первых фильмов достигал не более двух минут из-за технического несовершенства киноаппаратуры. Но уже в начале 20 века длина кинокартин увеличилась до 20 минут. До 20-х годов существовал только немой кинематограф, но исторически он запомнился как самостоятельный род искусства, обладающий собственными художественными приёмами. Именно в этом жанре и прославился мастер кинематографа Чарли Чаплин. Днём рождения звукового кино принято считать 6 октября 1927 года. В этот день состоялась премьера фильма «Певец джаза» кинокомпании Warner Bros. А вот первый полнометражный цветной фильм «Бэкки Шарп» вышел в 1935 году. До этого все цветные фильмы были изначально сняты в чёрно-белом варианте, и потом вручную кисточкой раскрашивался каждый кадр отдельно. И только в начале 21 века в мир пришла технология кинопроизводства, позволяющая обходиться без киноплёнки — цифровой кинематограф, который сегодня является неотъемлемой частью нашей жизни.